всем привет давайте разберем подвесные лампы это такие элементы которые можно будет так скажем подвесить и они будут взаимодействовать с персонажем и еще что-нибудь вот лампа да это у меня верхняя часть и основная там где как раз таки свет будет вы это можете все что угодно сделать на такой основе это ее материал просто текстуры нормали и так далее и здесь у нас эмиссив кавер через lerp переключение в общем так но это мы позже обратим внимание давайте создадим какой-то actor пусть это вещи зайдем сюда закинем модельку так верхней части да это которая будет как раз таки на потолке поставим ее на пусть будет начало там где она находится далее мы выбираем вторую часть модели также сюда ее добавляем и вот у нас получается вот такая вот штучка то есть если мы вот так опустимся часть которая на потолке и часть которая висит как же мы это можем сделать да мы можем поставить сюда физик констант давайте физик констант сразу опустим часть там где у нас будет крепиться это все так пусть это будет минус 15 до расстояние так далее мы здесь у нас linear limit locket мы то есть не будем никуда смещать не это не действие да никуда не влево не вправо не вниз по сути не удлинять так скажем расстояние берем копируем и наименование вот этой части и в константе мы ее пропишем получается верхнюю часть то есть компонентный мы ставим лампу компонент компонент констант бону ван это то куда прикрепиться наша лампа то есть что и куда перекрепляется данном случае как вы видите точка вращение или же соприкосновения здесь с предметом да вот в этом месте находится вот это элемент как раз таки является тем который прикрепляется с помощью физики сразу же не забываем что эта часть нам надо подать simulate physics ну и констант давайте до конца настроим во первых смотрите здесь у нас все free да вот красная зеленая давайте переключимся на локет это у нас angular limit то есть повороты здесь но если вот допустим давайте free поставлю сюда первое это у нас по z то есть она будет вращаться просто по z нам это по сути не нужно мы ее выключаем и локет ставим swing to motion это у нас будет лимитированность либо свободное действие по y и свободное действие по x да но нам это не нужно мы сделаем лимитные вот как раз таки угол который мы можем сделать ограничение данном случае 45 ну принципе даже подходит на вот представим что здесь потолок и вот почти вот на такую такой угол она у нас будет ограничена можем сделать и больше но у нас все равно коллизия принципе должна не пробить да то есть данном случае мы особо это не заметим что у нас выходит за пределы если у вас какие-то будет проблема естественно надо ограничивать необходимые вам углы теперь так как у нас лампа нам на лампу надо подать лампочку это у нас light так где у нас point light она у нас находится сейчас выше давайте зайдем сюда и сбросим позицию можем даже опустить настроить где-то на середине компайл давайте расположим это все в мире вот накидываем сюда можем даже несколько сделать еще еще вот наши лампочки если мы заденем соответственно да вот лампочка уже у нас вращается то есть также вы можете сделать что если вы будете в нее стрелять физически да то есть пули будут соприкосноваться соприкосноваться и они будут шататься ломаться но это как вам уже принципе понравится также можно сделать выбираем нашу лампу да можем прямо опустить его очень низко и у нас получится вот так вот то есть чем больше длина тем больше радиус и больше могут быть проблем вот у нас ограничение сейчас как раз таки срабатывает из-за того что угол у нас больше то есть длина больше и угол недостаточен так что мы увеличиваем его допустим до 60 данном случае я думаю достаточно будет ему но можно еще прибавить так сейчас я быстренько пролетаю слишком теперь нам нужно добавить шнурок здесь есть такая штука как кайбл да то есть мы добавляем кабель но если посмотреть он у нас слишком толстый слишком неправильно расположенный это мы поправим для начала мы ставим позицию как мы настраивали в константе да у нас минус 15 было мы опустили и туда же и начало кабеля опускаем далее мы выбираем по сути attach end to socket name либо компонент name да то есть данном случае мы выбираем компонент name куда мы должны прикрепить это у нас сама лампа до меш лампы выбираем кабеля и вот сюда где окончание как раз таки нашего лампа видите он уже опустился но проблема в том что у нас end location плюс 100 еще дает по иксу нам это не надо мы это исправляем вот здесь у нас вот такие же появляются проблемы да то есть изгиб кабеля какой-то непонятный мы можем это все поправить во первых мы уменьшаем длину представим что 18 то есть здесь уже надо будет поиграться на счет длин 15 может быть 10 в общем посмотрите так далее мы сегментирование данного кабеля вот если мы смотрим здесь мы увеличиваем сегменты количество нам особо не надо поставим единицу толщину кабеля мы уменьшаем как нам необходимо если мы увидим сейчас кабель состоит из четырех плоскостей так скажем секте да вот можно увеличивать до определенного количества можем оставить даже два он будет плоский если с этой стороны вот сейчас подлететь нам это не надо поставим 4 квадрат в принципе достоин и мы мы даже и практически не заметим его давайте проверим как это у нас работает уже вот у нас лампа уже с кабелем он у нас прикреплен как необходимо если вам все таки необходимо чтобы вот допустим мы снизу когда прыгали до лампа у нас не уменьшала длину не увеличивала тогда нам надо по z какой-то лимит поставить допустим не знаю 20 представим что 20 так это у нас либо free видите free поставили и он у нас просто упал так давайте не 20 40 вероятно а ну вот он слишком опускается но здесь проблема то что вес лампы вот натягивает это все так что здесь небольшие проблемки могут быть но пока я в данном случае ограничу ну и давайте быстренько сделаем какую-нибудь механику включения да как вы видите у нас на материале есть эмиссив да это у нас эмиссив так скажем из-за редактора поставим сюда branch включим ну и давайте еще поставим delay чтобы они сразу у нас не включились можем не ставить delay это уже не важно чтобы мы просто могли видеть что происходит далее мы так как у нас лампа должна загораться у меня там материал в принципе один да но вообще не важно ставим ту модель на которой вам необходимо изменять материал так как у меня там стоит scolor параметр да выбираем выбираем set scolor параметр value on material делаем копирование на false на true поставим так здесь у нас название нашей получается эмиссив параметра да просто скопируем давайте проще так параметры значения выставим на включенное в районе 4 5 пусть будет 4 на false естественно ноль ну и далее мы также давайте выключим у нашей лампочки интенсивность пусть будет нулевое значение если true мы set интенсивити естественно увеличим значение необходимое пусть будет это 5000 делаем копирование делаем вставляем вставляем и на false мы естественно выключаем интенсивность в ноль лампочка естественно у нас будет луну выбыл так как у нас здесь имеется все-таки движение до какое-то и мы вошли у нас ничего не горит потому что мы ничего не включили выбираем нашу лампу так как я включил переменную boolean да включенный сделал здесь у нас вот появилась default значение можем включить правую лампочку давайте вот через одну мы включим их вот буквально 2 секунды и у нас они включились потому что я поставил 2 секунды если вы заметите у нас над лампами вот здесь вот над головой персонажа просто нету никаких теней да то есть вроде бы там крышечка должна быть какая-то тень но здесь из-за того что я неправильно сделал модель и она у нас соответственно просвечивает так как материал не двухсторонний давайте просто добавим для этой модельки какой-нибудь конус наверное да пусть будет конус уменьшим его значение так размера опустим ну и просто подгоним получается вот сюда вот под этот размер так так но сейчас мы просто по заду поставим 0,01 вот чтобы он был плоской и это нам в принципе достаточно будет и посмотрим что у нас получится вот тень у нас отлично работает то есть она у нас появилась ну и соответственно вы можете регулировать эти лампы как вам необходимо то есть выбираем ту модель которая у нас как раз таки является лампочкой которую мы прикрепляли через константы и вот получается мы можем их во первых и двигать и они у нас как раз таки светят как нам необходимо вот можно по персонажик видеть да что освещение движется а на этом все до скорой встречи вам всем пока вот 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 Продолжение следует...